А надо ли биологически активные добавки? Просто вообще чудо чудесное. И волосы растут, и кожа прекрасная. Окисленные омега-3 ещё хуже делают для организма, чем её бы не было вообще. Где это произведено? Из какого сырья это произведено? Бывает дешёвое, в аптеке, за 3 копейки, очень рабочий препарат. Ты всё-таки больше нутрициолог или ты представитель какого-то бренда? Потому что это же разные вещи немножко. Ну здесь просто чисто на вас зарабатывают. Петрушки пожевала, смородинки поела, вишни поела. Всё тут же с куста, чтобы витаминов было достаточное количество, сохранилось. Элементарные вещи иногда творят чудеса. Ну что, Марин, я приветствую тебя уже в третьей серии наших с тобой диалогов о здоровье. Ты знаешь, как сериалы, когда смотришь, и там говорят «в предыдущих сериях». Так вот, друзья, в предыдущих сериях этого сезона диалогов о здоровье с Мариной Жигульской мы уже обсудили вопросы лишнего веса и правильного, аккуратного похудения с точки зрения сохранения здоровья. И мы обсудили вопросы подходящего рациона питания. Именно не правильного, а подходящего. Если вдруг вы пропустили, обязательно перейдите по ссылочкам и посмотрите предыдущие два выпуска. Вот. Сегодня у нас с тобой тема важная. Много есть что обсудить. Предлагаю поговорить про БАДы. Очень логично. Тема вытекающая. Животрепещущая. Животрепещущая, это точно. И очень логичная, вытекающая из рациона питания. И первый вопрос к тебе как к нутрициологу. Возможно ли получать вообще всё необходимое, все макронутриенты, микронутриенты, витамины, минералы, флавоноиды просто из продуктов питания? Сомневаюсь. Ну, хотя я как бы за то, чтобы мы в основном получали из продуктов питания это всё. Потому что так, как это устроено в продуктах питания, никакая добавка нам не даст. Но это не закрывает все наши потребности, к сожалению, потому что наш образ жизни сейчас, наша экология, наши стрессы эти слишком, но гораздо больше требуют питательных веществ, биологически активных веществ, чем могут удовлетворить продукты питания, которые к тому же ещё сейчас не так, чтобы богаты. В силу того, как они растут, чем удобряют их. Потому что мало кто знает, например, но растения синтезируют витамины только тогда, когда в почве есть минералы. Или, например, нам говорят, вот ешьте бразильский орех, там много селена. Но не уточняют, например, что в бразильском орехе будет селен только в том случае, ну или в чесноке, например, да, если этот селен был в почве. Потому что они ниоткуда не возьмётся, минералы не синтезируются. Но вот это такие вещи, которые тоже надо знать, когда мы говорим о том, а надо ли биологически активные добавки. Где живёт человек, в каком регионе, какой у него образ жизни, сколько ему тех веществ надо добавлять, какой у него рацион питания, какого качества продукта, ну и так далее. Вот от этого зависит очень сильно, надо ли им много. Но в основном сейчас мы всё-таки сходимся в том, что надо всем. Я правильно тебя понимаю, что начинаем мы с того, что бады, безусловно, нам нужны? Да. Бады – это то, что содержится в пище, ну должно, по крайней мере. Но так как его там сейчас не содержится, никакой другой возможности дополучить это нет. Потому что мы же не воздухом, не вдыхаем это с воздухом. Эти вещества, они жизненно необходимы, потому что от них зависит очень много функций, которые происходят в нашем организме, и которые, если не работают, то организм включает компенсаторные механизмы. Но компенсаторные же тоже не бесконечные. И поэтому человек может какое-то время ехать и без бадов, но потом он всё равно рано или поздно приходит к тому, что именно из-за недостатка этих веществ он приходит к тому, что уже тут не работает, здесь не работает, здесь замедлилось. Ну и вот, в общем-то, поэтому лучше профилактировать заранее. Тогда вопрос в том, что вот человек смотрит наше видео, и не только наше. Сейчас много откуда говорят о том, что действительно биологически активные добавки должны быть в рационе. Смотрит, понимает, ага, надо. Да. И что делать? Пошёл на маркетплейсы. На маркетплейсы, да. Или там... Ну, это, знаешь, ещё не все на маркетплейсы. Зачастую даже... В аптеке. В аптеке за каким-нибудь витаминно-минеральным комплексом, и пошли пить. А потом вопрос, который возникает, что-то не работает. Тут написали целую кучу всего, но это не работает. То есть вопрос. Огромный просто ассортимент сейчас. В аптеке, на маркетплейсах, на маркетплейсах на обычных, на специализированных, сетевых компаний просто, я не знаю, огромное реальное количество. Даже не знаю, вот ты как нутрицолог. Ты всё знаешь, что сейчас продаются все компании? Нет, нет. Мне кажется, это нереально. Они каждый день новые появляются. Да, ну, очень много сейчас однодневок. Нет, есть бренды, которые десятилетиями на рынке, которым лет больше, чем мне. А есть много сейчас однодневок. Ну, потому что тема стала очень, как бы, признанная, хайповая, популярная. Всё больше и больше людей начинают понимать, что, да, биологические активные добавки, оказывается, могут даже лечить. Можно профилактировать, отодвигать какие-то болезни. Можно, например, даже генетические заболевания предотвращать. Ну, и, конечно, это становится популярным. Много нутрициологов, которые ещё про это говорят. И так как популярностью этого растёт, растут производители, которые предлагают это рынку. И их много становится. Спрос рождает предложение. Спрос рождает предложение. А что делать-то? Вот ты открываешь, ты смотришь. И, то есть, я понимаю, вот я обыватель. Открыл. Ну, во-первых, там, как это работает? Где-то у кого-то, у какого-то эксперта. Ты увидел видео, в котором сказали, там, не знаю, пейте все магний, или пейте все витамин С, или пейте все коллаген. Сейчас мы конкретно про всё это поговорим. И ты идёшь, ещешь добавку, потом там, не знаю, читаешь аннотацию, в которой написано. Это помогает. И просто там огромный список, от чего это помогает. Ну, и вот, наверное, покупает. Ну, что, короче, как выбирать-то, на что операцию? Аннотации очень красивые. Но я знаешь, с чем это могу сравнить? Вот мы делаем ремонт. И мы приходим и покупаем, предположим, не знаю, обналичники для двери. И нам пишут, что они так великолепно впишутся в ваш интерьер. Они облагородят дверной проём. Они будут великолепно смотреться там, да? Вы не будете зацепляться за это, за всё. Ну, и так далее. То есть, аннотация прекрасная. Но если мы купили только обналичники и ничего больше вообще, да? У нас нет ни обоев, у нас нет ни ламината, у нас нет ни потолка, ничего. Как они помогут вашему интерьеру вообще? Никак. Вот точно так же биологически активные добавки. Да, она реально это делает. Но она никогда это не сможет сделать в одного. Потому что для того, чтобы, например, тому же магнию усвоиться, у нас должен быть витамин В6. Обязательно его продают магний В6, да? Витамины В не работают друг без друга. Да? Для того, чтобы витамины группы В усвоились, у нас должна быть там кислотность, да? Ну, и одно цепляется за другое всегда. И это всегда комплекс такой. И поэтому, когда у человека... Я не встречала, если честно, таких людей, у которых недостаток какого-то одного вещества. Ну, такого не бывает просто, да? Ну, и вот тут я предпочитаю работать широким фронтом витаминно-минеральным комплексом и сверху ещё работать вот по тем местам, где особенно слабо. У нас, кстати, есть на канале отдельное видео, подробное как раз-таки про витаминно-минеральный комплекс. Тоже оставим вам обязательно в рекомендациях это видео. Посмотрите, чтобы мы сейчас не повторялись. Ну, ладно, окей, ты читаешь аннотацию, сейчас уже понятно, одно само по себе не работает. Ну, ладно, человек сейчас тебя смотрит и думает, одно не работает, скажите тогда целый... Чё, несколько купить? Пойду куплю. Ну, смотри, например, у кальция больше десяти кофакторов. Кофакторы — это помощники. Обязательно должен быть витамин D. Обязательно должен быть магний. Обязательно должен быть цинк. Ну, то есть и так далее. У железа, например, больше двадцати кофакторов, помощников. И в каком состоянии находится организм, и дефицитен ли он, например, самое главное, от чего мы отталкиваемся всегда, это дефицит белка. Почему? Потому что именно у белка транспортная функция. Белка нет в организме, ну, маленький, мало, уровень недостаточный, да, будет снижен транспорт, а всё абсолютно доезжает туда, куда надо, на белке. И вот на это никто не обращает внимания. Попью-ка я БАДов. А что-то ваши БАДы не работают. Или, например, вот человек, у меня, ну, такие примеры были. Коллаген вот этот знаменитый, который все подряд... Обожаю. Да, который все подряд пьют. Некоторые пьют до такой степени, что не могут вывести его. Скапливается аммиак, а это туман в голове, это плохое самочувствие, это плохой сон, это когнитивные способности страдают. Ну, то есть там много симптомов. Это высыпание в том числе. И они говорят, что мне ваш коллаген не помогает. Так он тебе помогает. Он помогает тебе вот эти все симптомы испытывать. Поэтому тут только с пониманием. По поводу коллагена это вообще больная тема, потому что, в частности, например, нам в разные источники, и в социальной сети, и на почту, в школу здоровья ресурс постоянно пишут к тебе с предложениями выпустить свой коллаген. То есть есть прямо фирма, производитель. Я так понимаю, что даже не одна. Не только коллаген. То есть это вот производство. Вот по коллагену недавно было просто предложение. У них есть производство. У них есть коллаген, который они по разным баночкам, то есть они сейчас под тебя, сделают баночку, туда этикетку красивую нарисуют, аннотацию вот такую вот напишут. Только ты потом в своих социальных сетях выйди, пожалуйста, и расскажи людям, женщинам в первую очередь, о том, чтобы у них тут все подтянулось, все было прекрасно. Им надо твой коллаген, желательно курсом, не один там месяц, а пару баночек пропить. Вот как ты относишься к коллагену? И ведь есть действительно коллеги наши на рынке, причём к многим очень хорошо отношусь, но при этом которые продают вот свои БАДы, в частности тот же самый коллаген, рассказывая о том, что ну просто вообще чудо чудесное, и волосы растут, и кожа прекрасная. Ну они не так уж и не правы, ну и не так уж и правы, потому что на самом деле что такое коллаген? Это белок, просто белок. Просто коллагена у нас больше в организме, чем любого другого белка, и коллаген это определённый состав аминокислот, там больше там пролина, глицина, неважно. И чего не знает покупатель? Покупатель не знает того, что нам в баночках предлагают только три типа коллагена, первого, второго, третьего типа. Рыбный там он, говяжий, неважно. А у нас их 28 видов, на сегодняшний день известных, 28 типов коллагена. И коллаген это не только, конечно, лицо, это наши связки, суставы, сухожилия, это соединительная ткань, это наша костная система, то есть по факту это весь наш организм. И поэтому когда у человека не хватает белка в организме, например, то коллаген никак ему не поможет, для того, чего его пьётся. Потому что организм отправит этот коллаген туда, где он нужнее, например, в связку или в сустав, грубо говоря. Поэтому я не против того, что пьют коллаген, но, во-первых, его надо усваивать, гидролизированный усваивается лучше, потому что он уже подращеплённый, а, во-вторых, его надо выводить, как любой белковый продукт. А тогда вопрос к тебе. Почему тогда ты отказываешься от таких предложений, когда тебе говорят, вот, бренд Марины Жигульской, коллаген, пожалуйста, продавайте? Потому что спросом он пользуется. Я понимаю, что если сейчас мы возьмём и запустим такую добавку, то с точки зрения бизнеса это просто вообще прекрасное решение для того, чтобы ассортимент свой расширить. Как говорят, монетизировать аудиторию. Почему ты от этого отказываешься? Да, во-первых, сейчас уже есть новое поколение, новое слово, потому что вот три типа коллагена, а их 28 типов, которые известны на сегодняшний день, есть новое слово – это пептиды коллагена. Это уже дороже, это уже труднее в производстве, но это лучше работает. Или, например, это можно заменить очень дешёвым продуктом типа костного бульона. Это пептиды коллагена, это точно усваивается. Помимо этого там ещё много-много всяких разных веществ. Ну и как бы я так и говорю своим ученикам – варите костный бульон и пейте. Но кто не может позволить себе этого, да? Есть такие люди, которые заняты, некогда там это всё делать, тогда пептиды коллагена. А чем пептиды коллагена отличаются просто от коллагена? Это короче цепочки, легче усваиваются, легче встраиваются в те реакции, которые нужны организму, чем коллаген. Ну и легче выводятся. Вот можно развеять вот этот миф? То есть как обыватель это видит? Нам говорят, кожа – это коллаген, волосы там – это коллаген. То есть человек думает, что я сейчас выпил коллаген, он там у меня прошёл какие-то все цепочки, пошёл и в кожу. Раньше мы знали крема с коллагеном, когда мы это намазывали сверху, а тут как бы то же самое, только изнутри. Мы уже поняли, что изнутри вроде бы как эффективнее. Можешь рассказать, что происходит с коллагеном после того, как он попадает к нам, собственно, в желудочно-кишечный тракт, и какая дальше идёт цепочка преобразований? Сейчас расскажу, но, знаешь, наверное, всё-таки стоит упомянуть, что у нас в организме так устроено, что у нас постоянно организм, он не может этого не делать, он синтезирует новый коллаген. Другое дело, что он с возрастом начинает это делать гораздо медленнее. Ну и есть генетические состояния, например, дисплазия соединительной ткани, когда организм плохо скручивает коллагеновое волокно, компортация это называется, плохо закрученная, но это уже генетика. И у нашего организма нет вопроса насинтезировать коллаген из любого белка, который мы получаем. У нашего организма есть проблема разобрать старый коллаген. Так же, как кость у нас, например, у нас часть отмирает, у нас там есть остеокласты, которые разбирают костную ткань, которую уже надо как бы заменить, да, и остеобласты, которые синтезируют новую ткань. Вот то же самое с коллагеном. У нас есть фибробласты, которые строят новый коллаген, а есть те, которые разбирают старый. И вот у нашего организма очень трудно с разбором старого коллагена. Если он не разбирается, а мы пьём коллагенчик при этом, да, почему он не разбираться может? Потому что у нас воспаление, потому что мы дефицитные, Потому что у нас детокс не работает, например А мы пьём новый коллагенчик То, конечно, он не поедет туда, куда мы захотим Он поедет туда, где его сейчас максимальный дефицит Что происходит с белком у нас в принципе любым И коллаген в том числе, и эластин – это тоже белок Потому что там же не только коллагеновое, там ещё и эластиновое волокна Там ещё гиалуронка играет роль Что происходит с белком? Белок – это огромная молекула такая Скрученная вот так, как клубок ниток Мы рассказывали уже в предыдущих видео, что нужно разобрать И нам нужна кислота в желудке Для того, чтобы подрезать это всё дело И на маленькие ниточки пептиды это разрезать А уже с пептидных ниточек вот эти аминокислоты снимут, грубо говоря, ферменты Ну это совсем если просто И тогда аминокислоты смогут ссосаться в кишечнике То же самое, гидролизированный коллаген – это уже сразу вот эти пептиды Ну не пептиды даже, а покороче, грубо говоря, ниточки А вот пептиды коллагена – это уже сразу пептиды Ну то есть легче усвоение Можно сказать, что, грубо говоря, если у человека есть вопросики к желудочно-кишечному тракту А у кого, как говорится, их сейчас нету Если ЖКТ уже не так, чтобы вообще-то способен усваивать белок То этот просто коллаген, ну он не усвоится То есть тот коллаген, который продаётся в банках Это не тот же самый коллаген, который потом у вас там встраивается в кожу То есть, грубо говоря, организму Едите вы просто белок, выпили вы коллаген Или выпили вы костный бульон, который гораздо дешевле Всё равно придётся этот коллаген разобрать до пептидов, потом до аминокислот Чтобы потом отправить его на там свои цели И при этом ещё придётся разобрать старый Это то есть к вопросу, опять же, о том, что мы подходим с критическим мышлением И в первую очередь смотрим на то, как устроен организм Ну то есть, да, вот в этом случае добавка не панацея Маркетинг же тебе и блогеры не рассказывают о том, что оказывается, чтобы от коллагена был толк Надо, чтобы у тебя ЖКТ работало, чтобы кислотности было достаточно Надо, чтобы у организма была возможность старый коллаген разобрать и вывести Нам просто говорят, пей вот эту баночку, при том, что там разброс цен просто сумасшедший И молодей Да, и молодей Потому что изнутри эффективнее, чем снаружи То есть, всё, раньше мы это мазали, теперь мы это едим внутрь Ну это действительно эффективнее, изнутри эффективнее, чем снаружи Но изнутри же тоже надо, чтобы это всё сработало ещё Надо, чтобы оно же не само по себе Так вот, если бы так было, что мы выпили коллаген, он такой раз, поехал Все были бы молодые и вообще здоровые подтянутые, те, кто пьют коллаген Но это не так Ну и плюс коллаген, конечно, это так же, как любое другое вещество Ему тоже нужны помощники, кофакторы Ему тоже нужны витамины группы В, ему нужен витамин С, ему нужен цинк, ему нужен марганец обязательно Ну то есть гиалуронки вот в частности Потому что люди, которые, кстати, пьют гиалуроновую кислоту Я рекомендую очень для суставов, например, да Или вот глюкозамин, хондроэтин, например Хондра – это хрящ по-другому И вот они как раз для восстановления хрящей Но при этом, если у них есть дефицит марганца, всё мимо У нас всё взаимосвязано в организме У нас никогда ни одна биологически активная добавка не работает в одного Знаешь, почему, кстати, работают травки? Почему? Потому что там как раз всё это есть, и балластных веществ очень много А можно сказать вообще, что травки – это такие бады предыдущего поколения? Да-да-да Биологически активная добавка к пище Как-то же вот наши бабушки, прабабушки додумывались А сейчас что делают? Из этой травки выделяют активное вещество одно Пишут вот такую аннотацию, которая делает только вот этот, ну когда он в травке И продают, ну и всё, собственно Давай как раз мы таки об этом поговорим Это отдельный прямо такой класс веществ, которые, например, там Рисвератрол, кверцетин То есть что там ещё у нас из таких выделенных? Куркумин Куркумин, да Куркумин, которые они заполняют Прямо сейчас вот последние несколько месяцев, может полгода Прямо это те вещества, которые постоянно спрашивают, что пьёте И прямо вот кверцетин, рисвератрол, куркумин Пошли, что это за вещества такие? И насколько вот те аннотации, которые к ним пишут, они правдивые? Это антиоксиданты Часть из них относятся к группе флавоноидов Там карцетин, например, тот же самый Ну там гисперидин, рутин, это вот всё флавоноиды Но они же антиоксиданты, кстати И это те вещества, которые сейчас очень модные, так скажем Про них много говорят И они действительно нам нужны Потому что они у нас успокаивают воспалительные реакции И помогают нам, ну вот как бы во многих местах там со свободными радикалами справляться Ну то есть профилактируют, грубо говоря, процессы старения, процессы воспаления Вот эти все Но почему-то не говорят о том, что антиоксиданты, во-первых, не работают в одного Мало того, есть исследования, которые говорят, что антиоксидант изолированный хуже сделал Это вообще какая-то новая история Да, хуже, ну это вот лондонский колледж натропатической медицины Слава богу, об этом говорит Не знаю, говорят ли другие школы, но я сейчас говорю Ну я и до этого говорила, я знала просто об этом Вот Меня, кстати, порадовало, что одна из наших учениц, которая проходила у нас профессию Она, говорит, была на какой-то конференции И приезжали вот там, ну уже там академики, профессора И они, говорит, говорили нам то же самое, что свободные радикалы нужны Что нельзя насмерть их там Вот И вот антиоксиданты – это как раз те вещества, которые помогают как бы справляться с свободными радикалами Свободные радикалы – это такие молекулы, которые У них есть недостающий электрон на орбите И они его забирают в наших клеток И запускается цепная реакция А антиоксиданты – это те вещества, которые ходят и раздают эти свободные радикалы Чтобы остановить эту цепную реакцию Но дело всё в том, что свободные радикалы – это как бы тренировка нашей иммунной системы Как тренажёр И если тренажёр убрать, иммунная система не будет знать, чего ей делать А у нас в организме так быстро всё сворачивается за ненадобностью Ну то есть мы достаточно быстро Ну вот, например, человек там в гипсе лежал, не ходил, он будет заново учиться ходить Буквально там через... Вот Артём ногу повредил Через неделю уже одна была худее другой Всё Мышцы атрофируются моментально И поэтому у нас атрофируется то, чего... Ну, за ненадобностью Когда человек пьёт антиоксиданты, как не в себя Потому что ему кто-то порекомендовал, что это так полезно У него атрофируется иммунная система Ну и ты понимаешь, сама к чему это приводит Поэтому очень всё должно быть в комплексе Или, например, витамин С Которому приписывают просто баснословные функции У него действительно великолепная характеристика, у витамина С Про него что только нельзя написать Он на сердечную недостаточность вылечивает Ну то есть он вот просто... Читаете аннотацию к витамину С Это всё правда, но Это всё относится и к аскорпиновой кислоте Это всё относится к витамину С с биофлавоноидами И все вот эти шикарные функции витамина С обеспечивают биофлавоноиды А с биофлавоноидами витамин С встречается только в природе Там, где все шесть изомеров Аскорбиновая кислота, кстати, один из них Вот я хочу сказать, я как фанат просто нашего YouTube-канала Мне кажется, я единственный человек, который просмотрел все видео по многу раз У нас на канале есть потрясающее видео подробное про витамин С Где Марина прямо вот проходится по аннотации Рассказывает по нюансам Посмотрите обязательно Давай скажем о том, что есть ли какие-то БАДы Которые идут на постоянной основе То есть я понимаю, что есть что-то, что мы пьём Когда нам сказали дефицит витамина Д Мы понимаем, что там надо пропить там курсово, например, что-то Есть ли какие-то добавки, которые должны с нами быть на постоянной основе? Да, водорастворимые витамины Витамин С и витамины группы В Всё Ещё туда включают омега Но это тоже непостоянная история Почему? Потому что, например, если есть воспаление в организме Локальное или системное Общая температура омега-3 нельзя Она окисляется и окисленные омега-3 ещё хуже делают для организма, чем её бы не было вообще А минералы? Да, минералы – это отдельная история Но опять же, минералы мы достаточно быстро накапливаем Например, водорастворимые витамины мы не можем накопить Вот витамин С зашёл, сделал своё дело, а через 4 часа его нет То же самое витамины группы В А минералы мы всё равно накапливаем И поэтому минералы – это не постоянный приём Это приём курсовый С пониманием, когда какой минерал просел Что происходило в жизни Потому что, например, вот мы 15 минут пострессовали Суточная доза магния просто слилась сразу И, конечно, магний тогда надо восполнять Ну вот да, пожалуй, магний – это тот минерал, который я, ну, 100% порекомендую абсолютно всем всегда Потому что у нас такой стиль жизни Что магния мы точно недополучаем Давай тогда подробнее про магний Тоже заходишь на Marketplace, вбиваешь магний И тебе такое разнообразие Более того, там у тебя от одной фирмы будет 15 разных вариантов этого магния И смотришь, и вообще, о чём? Ну, о чём востребовано По магнию есть нюансы Во-первых, вот эта форма магния Цитрат, малат, там, глицинат, таурат, ну и так далее Что мы должны понимать? Мы должны понимать, что это магний, который соединён с аминокислотой Когда на баночке пишут «хилатный магний», это несколько неправильно Потому что «хилат» переводится как «клешня» То есть «хилат» – это вот аминокислота какая-то Она захватывает этот магний И предполагается, что она легче заведёт магний в клетку Потому что магний – это внутриклеточный минерал Но мы должны понимать, что, например, в цитрате магния В котором написано 400 миллиграммов Это суточная доза для здорового человека, чтобы он оставался здоровым Нам зачастую надо гораздо больше магния Из 400, во-первых, самого цитрата 300-350, а магния 50 Во-вторых, никогда люди не обращают внимания, в скольких таблетках содержится А магний иногда, цитрат особенно, содержится в трёх капсулах 400 И человек пьёт одну капсулу и думает, что он пьёт 400 миллиграммов магния Нет, нет Во-первых, не 400, а во-вторых, не магния Даже если ты три пьёшь Вот, ну вот это, собственно, всё Я всегда говорю людям, что если вам нужен магний, вам нужен магний В какой форме? Ну, цитрат – это магний, соединённый с лимонной кислотой Малат – это магний, соединённый с яблочной кислотой Таурат – это магний, соединён с таурином, с аминокислотой Глицинат – это магний, соединён с глицином И вот таким магнием, такой формы, это хорошо Во-первых, их можно вместе сочетать несколько Это даже эффективнее считается А во-вторых, мы можем просто, ну вот то, что нам надо подсветить Нам нужна бодрость, например Малат – он бодрит Нам нужно, например, запоры профилактировать Цитрат – он слабит, ну и так далее То есть получается, вот даже сейчас по магнию Ты говоришь, такое количество нюансов Разных форм с этими дозировками То есть тут у человека есть два варианта Либо ты идёшь к специалисту, который тебе помогает с подбором БАДов И каждый раз к нему обращаешься Потому что у тебя меняется Тут закрыл дефицит, там что-то появилось Либо... Ты берёшь и инвестируешь своё время в то, чтобы изучать эту тему Разобраться, да Один раз в жизни разобраться И просто уже всегда понимать, что тебе предлагают Надо, не надо Потому что очень частый вопрос тоже ещё А вот синтетические, полусинтетические витамины Как понять? Вот один раз разобраться надо Потому что я сколько раз это не говорю А производители у нас всегда немножечко меняют Например, вот с транжирами так, да Производители могут не писать, что продукт содержит транжиры Они пишут гидрогенизированные растительные масла Потребитель смотрит и думает, ну транжиров нет И вот эти транжиры как только не маскируют вообще Какими только словами не маскируют Вот то же самое с синтетическими формами Надо просто разобраться и понимать Вот, что я беру, а что не беру Ну и самое главное, знаешь, пожалуй, при выборе БАДов Это где производитель берёт сырьё Это прямо сейчас твой отдельная тема И вот это самая засада Ни форма, ни баночка, ни производитель, ни бренд Где берёт сырьё И вот те, которые уже годами на рынке Десятилетиями, я бы даже сказала Которые уже бренды Которые уже с мировым именем Они, как правило, за этим следят Потому что имидж дороже А вот мелкие производители, к сожалению, не следят У нас есть некоторые прорехи в законодательстве Потому что БАДы у нас отнесены, по сути, просто к продуктам питания А продукты питания я, как человек Который раньше был связан с пищевой промышленностью У меня было производство шоколада Я получала все декларации То есть, по сути, всё то же самое, что я делала с шоколадом Как с продуктом питания Делают производители БАДов Так вот, я могу сказать, как это происходит Ты выпускаешь новый продукт Ты его один раз сделал Дальше ты отдаёшь его на экспертизу Для того, чтобы получить декларацию соответствия Ты отдал какие-то образцы на экспертизу Там проверили, тебе дали эту декларацию Там, по-моему, таможенного союза, ещё какая-то Там прописали И как бы, ну, на этом всё У тебя никто не проверяет при этом твоё производство Никто не проверяет сырьё, из которого ты это взял У тебя вот это есть одна бумажка По тем временам, там, в 16-17 году, когда мы это делали Это стоило 14 тысяч рублей Причём сразу на несколько видов Не бешеные деньги Не бешеные деньги Вот у тебя есть эта бумажка Где это произведено? Из какого сырья это произведено? Никто не знает Проверили один раз ту партию, которую ты сдал Сдать можно всё, что угодно Что потом попадает на полки к потребителю Непонятно вообще Так я сама несколько раз на это натыкалась Берёшь продукт хороший Вот БАТ, в частности, да? Потом через полгода берёшь, всё не то Да, или да, когда производитель заходит на старте Он зарекомендовал себя Через полгода партия сырья у него просто поменялась И всё По факту у тебя вот эта вот капсула И ты реально не знаешь, а чё там за белый порошок И может быть такое, что в лучшем случае Это просто, не знаю, что там, мука с чем-то А может быть, как бы такое, что и вообще непонятно, что туда положили Вот в этом плане у нас законодательство, конечно, ещё к этому идёт Потому что, знаешь, вот интересно Мы приехали в Штаты И нам там рассказали, как там действует ФДА, что ли, как это называется, организация Которые, короче, знаешь, что они делают? Они выдают тебе вот лицензию, проверяют весь твой товар А потом у них есть такие независимые эксперты Которые ходят в виде покупателей И в корзинку кладут вот просто выборочно вот так вот с полок И несут в лабораторию И если твой продукт не соответствует тому, что у тебя написано в сертификате У тебя просто забирают лицензию Представляешь? У нас этого нет Да, у нас этого нет вообще Именно поэтому, когда вот я говорю, что бренды, например, да Но у нас иногда бывает такое, что Ой, вот наши русские производители лучше Лучше, я согласна Но когда не контролируется ничего Ну, лучше в плане, что они быстрее соображают Быстрее на рынок выводят Ориентируются вот это вот, да Ну, то есть делают У нас реально очень много светлых голов Но процесс производства – это не просто какая-то идея, реализованная в баночку Там много-много-много нюансов И на каждом нюансе, на каждом этапе может что-то поломаться И уже пойти не так Например, вот как я говорю Взяла какой-то препарат, и он шикарно работал вообще на желчаток Я попробовала сама Я убедилась на клиентах, что просто вообще жидкая форма Прекрасно вообще А я начала клиентам рекомендовать А через полгода я его купила Вообще не то Но за эти полгода они успели постучаться к блогерам Они успели постучаться к нутрициологам Их начали рекламировать И они пошли таким путём Что они увеличивали производство за счёт ухудшения качества продукта Потому что продукт удешевляют Ну и как бы за счёт этого решают производство Это тоже нюанс, который, к сожалению, не все производители могут обойти Ну большой вопрос, как быть в этом потребителе Потому что я иногда даже что-то заказываю Ну вот просто интересно попадается что-то новое Это уже хобби У тебя же тоже Я у тебя и насмотрелась У Марины просто домой ты приходишь Открываешь вот этот шкаф Домашняя аптечка Там чего только нету Там просто разнообразие разных фирм, марок Я потом, когда сама отучилась нутрициолога Я поняла, зачем ты это делаешь Ну просто потому что вышло что-то новое Там аннотация Там про это рассказали Конечно, хочется посмотреть и попробовать на себе В первую очередь Чтобы вообще увидеть, что это такое И вот ты берёшь какой-то бат Который там тоже разрекламировали Коллеги-нутрициологи показали Открываешь баночку Там вот капсула С белым порошком С белым порошком И ты думаешь Блин, а что вообще я сейчас пью Непонятно Иногда у меня просто баночки Так и остаются стоять Потому что у меня нет доверия Я стараюсь не покупать капсулу С белым порошком Никогда Не тестировать никак Я стараюсь покупать капсулу Из прессованного растительного сырья Потому что, ну, по крайней мере Я вижу, что это Как бы самой капсулы, во-первых, нет Потому что, когда я выписываю, например То есть не капсулу из прессованного сырья А просто вот Ну, таблеточка Таблеточка, да, из прессованного сырья Потому что, когда я выписываю, например, схему клиенту И мы что-то корректируем Там бывает 5, 7, 10 даже бадов И вот это 10 капсул Представляешь, что их растворить Потом эти капсулы бывают, например, желатиновые Ну ладно, но они дорогие в производстве А бывает, например, просто вот эта плёнка, блин, да Которая ещё диоксид титана в составе содержит Белая капсула Это вообще, ну, нет никогда Потому что диоксид титана – это отравляющее токсическое вещество Накапливается очень серьёзно Выводится плохо Ну и как бы он сейчас есть везде Даже в продукты питания его добавляют Это как отбеливающее такое вещество Вот, поэтому я стараюсь всё-таки вот в этом плане Экспериментировать Но только с теми, которые вот я уже чётко понимаю Что да, вот это я попробую А вот это я даже пробовать не буду Ну вот так Потому что, видишь, вот почему сырьё важно Потому что, ну вот ты же согласна Что, например, вот какую ты курицу выберешь в магазине Которая бегала по травке Сама клевала зёрнышки Пила чистую воду Двигалась, да, солнечный свет получала Или та, которая в курятнике от рождения до смерти Её кололи антибиотиками, гормонами И она света белого не видела Электрическая лампочка и комбикорм Ну то есть очевидно же Какой ты выберешь препарат Который вот у дороги рос растение Да, у проезжей части Или который в глубоком лесу рос Вот мы покупали с тобой землянику, например Да, земляника Она же грибы вот, например Мы в лесу получаем Или те шампиньоны, которые вырастили Форель, например Глубоководная Или ту, которую в форельнике вырастают То есть это же очевидно Что это наше здоровье Это те компоненты питания Которые мы должны получать Поэтому тут сырьё – это самое главное Самое главное Сейчас технологические процессы есть у всех Похвастаться вот этими новыми технологиями Выделением активного вещества Может сейчас кто угодно А вот качеством сырья – увы Мы с тобой сейчас к теме Очень интересной подходим Которую я хочу обсудить Ну мы поговорим ещё Какого выбрать производителя Поговорим о том, что ты лично выбираешь Очень часто сегодня БАДы для нутрициолога Это дополнительный источник дохода То есть помимо того, что там Ты консультируешь клиентов Доводишь результатов Плюсом ещё нутрициологи часто Либо вот вариант делать свои БАДы То, что нам часто предлагают Мы от этого отказываемся Ну что откровенно Мы нутрициолог – это не биохимик Который занимается разработкой БАДов Потом есть вариант Когда к тебе на рекламу Заходят производители И ты начинаешь за деньги их рекламировать И третий момент, тоже распространённый Это партнёрство с сетевыми компаниями Когда нутрициолог является предпринимателем В сетевой какой-то компании Как ты относишься вот к БАДам Как к дополнительному источнику нутрициолога И как тогда специалисту можно доверять Если он непосредственно заинтересован В том, что он продаёт Ну, очень сложный вопрос Потому что специалист там может быть хороший Да Ну, блин, кто как зарабатывает в этом мире Нет, ну давай начнём с того Что вообще ты пришла в нутрициологию Думаешь, что это нормально Мы открыты со своими слушателями И с учениками Ты пришла в нутрициологию изначально Будучи представителем сетевой компании И так совпало Что там, в этой сетевой компании Ещё до того, как ты стала нутрициологом Были БАДы Слушай, я бы сказала, что так совпало Что когда я познакомилась с нутрициологией Вытаскивала себя из диагноза У меня была прикрыта финансовая сторона И когда я стала нутрициологом Не так, чтобы мне надо было там Что-то продвигать, какие-то БАДы И так далее, зарабатывать на этом Поэтому сначала БАДы нашли меня А потом, когда я поняла, что вот я Я поняла, что мне повезло просто Мне просто с БАДами повезло И я не стала их менять Потому что я поняла, что это на сегодняшний день Лучшее, что я могу себе позволить вообще Ну вот из того, что есть Что позволит я себе могу Лучшее всегда Но из того, что вот есть на рынке БАДов Я поняла, что у меня в доступе Ну прям очень хорошие БАДы Лучшие Единственные фактически в некоторых Отраслях единственные в мире Но когда, например Вот сейчас ко мне стучатся И говорят, давайте мы под вас сделаем линейку Я понимаю, что там не будет дорогого сырья Но оно как минимум не будет Может быть опасным там Не будет там токсичным каким-то Но оно точно не будет вот прям Высококачественным Потому что производство БАДов Это многомиллионные вложения в долларах И это навряд ли Ну я могу себе позволить, например Ну или там какой-то даже блогер Миллионник там даже Это слишком большие вложения Это надо просто понимать А так в принципе, ну кто что Плацебо тоже работает Когда человек верит и ему помогает Но при этом Ну думаю, что можно сказать Да, о том, что у тебя изначально Ты была представителем компании Nutrilite Это бренд компании Amway И как-то сразу на старте Было принято решение о том, что мы Ну мы не продаем БАДы Ну то есть можно было выбрать вариант О том, что я нутрициолог Сейчас давайте в каждом видео В каждом вебинаре мы будем рассказывать О том, какие это классные, потрясающие БАДы Почему мы не пошли по этому пути? У нас люди курс проходят И они спрашивают всегда А что вы? А вот вы? А вы? Я им говорю Да, я вам расскажу в конце Вот что конкретно выбираю я Я никого не заставляю Я показываю разные бренды Я показываю, кому можно доверять Как выбирать на маркетплейсах Как выбирать, например, на том же Ну там на тех же площадках Которые, ну вот Айхерт, например Тот же, которые продают витамины Как в аптеке даже выбирать, я говорю Что можно брать, а что нельзя Я не настаиваю Я просто говорю, что да А вот я для себя выбрала вот это Вы как хотите вообще, да Потому что это вообще не мой Как бы, ну вот как нутрицолог, например Я должна что дать? Я должна дать человеку возможность выбора Можно вот это, вот это, вот это и вот это Тебе нужны вот такие-таки-таки вещества, например, в схему А ты уже выбираешь из возможностей по финансам, например Из возможностей по доступу, например Потому что есть у нас, например, клиенты из-за границы Которых нет доступа к маркетплейсам Есть люди в России, у которых нет доступа к Айхербу Ну как такового Поэтому тут же каждый выбирает сам за себя Я просто говорю, ну что для себя выбираю я А никого не заставляю Но при этом вот можно сказать же, что ты в первую очередь нутрициолог Что ты не представитель какого-то бренда Потому что, ну это нормальная же история Когда раз у другого бренда появляется что-то очень классное, качественное Я вообще ничего не имею против, когда, например, нутрициолог Продвигает какую-то там линейку, ну вот сетевую, да Если он разобрался, если он понимает, что это качество Он понимает, что там есть сертификаты Потому что всё-таки сетевая компания лучше прикроется, чем блогер какой-то, да Возможностей больше Ну тоже, сетевые компании разные Разные, да, тоже разные бывают Есть такие сетевые компании, которые никогда не порекомендую Ну вот когда ко мне индивидуально обращаются А вот что вы про это скажете? Ну нет, ну нет, ну друзья мои, ну нет Ну здесь просто чисто на вас зарабатывают Но тем не менее, тем не менее Я ничего не имею против, когда, например, реально хорошая сетевая компания Реально хороший продукт, реально патенты, реально там технологии Вот, ничего не имею против Нет, вопрос, может ли быть такое, что одна компания вот делает вообще всё Нет И только у неё ты покупаешь Нет, нет Я просто это часто вижу Я просто часто вижу, когда есть нутрициолог, который про классную сетевую компанию рассказывает Классные БАДы там, но которые вот есть только это и больше То есть у меня тогда сразу вопрос А ты всё-таки больше нутрициолог или ты представитель какого-то бренда? Потому что ну это же разные вещи немножко Нет, у меня даже, помню, был такой скандальчик небольшой Когда я порекомендовала другой бренд, другой продукт И прямо все возмутились, как так? Ну потому что да, я нутрициолог И мне надо добиться стойкого результата вот с этим организмом И я понимаю, что ну нет, этот продукт слабоват Я выбираю другой Это очень важно Я понимаю, что здесь дозировка не подходит, форма не подходит Да, потому что иногда нужны активные формы Вот это, кстати, тоже очень хороший вопрос Когда сейчас говорят, только активные формы все берём Там, например, вот не просто цианокабаламин, витамин В12, а метилкабаламин, да? Не просто рибофлавин, а рибофлавин-5-фосфат там, да? Ну то есть, ну это не важно Часть аудитории просто отвалилась в этом моменте Активные формы Ну нет, ребята, ну нет Активная форма – это то, что должно преобразовываться в нашем организме Если организм не может в силу того, что у него есть, например, там мутация какая-то Ну или патология, тогда да, мы даём ему вот эти активные формы А если организм может, он должен это делать сам Потому что иначе он забудет, как это делать И тут бывает такое, что я, например, не беру свои витамины Натрилайт Хотя очень их люблю Потому что человеку нужны активные формы Я иду и выбираю другие ему витамины Другого бренда Я подбираю их там, да, ну у кого хорошие там дозировки нам подходящие и так далее Но не цепляюсь за это Потому что мы все разные И одному нужны они, а второму они, ну не подходят Ну никак, всё Ну это прям такой важный момент Вот тоже для меня, что всё-таки, блин, нутрициолог должен понимать Что он в первую очередь всегда нутрициолог Классно, когда у тебя дополнительный источник заработка есть Классно, когда это при этом качественный производитель И, ну, их несколько таких крупных, которым можно доверять Ну, блин, при этом классно, когда ты остаёшься независимым У меня клиенты, которые уже давно со мной Которые уже знают, уже получили мы хорошие результаты Очень и у них, и у членов их семьи И они уже доверяют И они всегда мне говорят Ты когда пишешь схему, говори, где покупать Потому что я отправляю на разные площадки Я отправляю в разные места И иногда бывает так, что одному члену семьи я даю вот отсюда А второму вот отсюда Потому что мы разные Потому что надо эти нюансы учитывать Форма тоже, форма самого препарата тоже очень важна Вот сырьё – это самое главное Потому что если сырьё плохое Если сырьё загрязнённое Если сырьё непонятно там экологически в нечистом районе Ну, тогда нет, да Вот я знаю, что некоторые, например, компании сейчас Сетевая в частности Они очень гордятся тем, что у них есть оборудование, например, по очистке от радиации И они прямо это ставят в плюс В такой, что они, правда, молодцы Что озаботились этим Потому что большинство вообще не интересуется этим Они просто продают сырьё вот как есть Там рядом аэропорт Тут же растёт эта травка Накосили, таблетировали, продали Эти хотя бы очищают Но для меня, как для нутрициолога Я понимаю, если вы очищаете от радиации Вы где это сырьё берёте? Блин, понимаешь? Это очень дорогостоящий процесс И это как бы плюсик в карму им Но для меня, как для нутрициолога, уже вопросик И это нюансы Ну, такие маленькие нюансы Вот, и поэтому для меня очень важен, конечно, выбор производителя В первую очередь, где он берёт сырьё Ну, к сожалению, это такая информация, которую никто не даёт и не пишет Ну, редко Редко кто? Очень редко Вот, а второе, это, конечно, дозировки тоже играют роль Форма препарата играет роль, да, активная, неактивная Там сочетание играет роль Ну, то есть здесь уже, конечно Давай теперь немножечко поговорим на тему цены За БАДы, потому что тоже невероятно большой разброс И как-то у нас так принято Мы сегодня даже уже с тобой обсуждали Что, ну, хорошее не может стоить дёшево И цена — это один из критериев Когда люди опирают Ну, на которые люди опираются, когда выбирают препарат Ну, часто на этом тоже ошибаются Потому что там же есть ещё маркетинговая составляющая И человеку кажется, он, не знаю, там тот же самый коллаген Он там берёт и выбирает баночку за тысячу или за пять Ну, вот, наверное, та, которая за пять Там у них, наверное, какое-то другое сырьё будет И как-то вот, ну, не может же стоить дёшево, БАД Вот что можешь сказать по поводу цены на добавки? И адекватно ли оценивать добавки по вот критерию стоимости? Сейчас очень сложно ориентироваться на стоимость Очень сложно Я бы не ориентировалась сейчас на стоимость Потому что действительно бывает дешёвая В аптеке за три копейки Очень рабочий препарат Я сразу своим клиентам говорю, да Например, та же янтарная кислота Которая, ну, прям реально очень хороший гипоксант Очень хороший Ну, то есть подтягивает вообще энергетик очень хороший Есть, например, мумьё Дешёвый продукт, который содержит много минералов Там всяких балластных веществ Но самое главное Главное – это вот эти вот гуминовые минералы Которые за бешеные деньги продают Опять же, некоторые сетевые компании Ну, то есть есть такие препараты Которые реально можно брать за три копейки Вот тоже мы сразу скажем о том, что Аптеку отметать не надо Не надо, не надо Там есть очень хорошие рабочие составы, да Средства Но с другой стороны Вот сейчас, например, как устроен мир Есть же вот сейчас даже такой мем Наставник наставников, да Человек возомнил просто, да И пошёл себя за миллион-полтора продавать Ну, ведь кто-то же покупает Но это же не значит, что он хороший наставник Понимаешь же, да? Ну, цена, да Да, то есть рынок Знаешь, у меня бабушка говорила На рынке всегда два дурака Один покупает, другой продаёт Вот, поэтому я бы не ориентировалась сейчас на цену Я бы ориентировалась всё-таки на Ну, прежде всего нужны знания у человека Если нет знания, его будут таскать, тягать Сегодня одно говорят, завтра другое Он будет вот закруженный такой Поэтому прежде всего знания Потому что если вы знаете, как работает ваш организм Вы знаете, как это получать даже из продуктов питания По максимуму И вы сто процентов будете разбираться В том, надо вам это, не надо, какая форма и так далее Поэтому я всё-таки за то, чтобы не просто Ну, я не могу одной фразой сейчас сказать Что вот это да, это нет Тем более каждый день появляется ещё там Пару сотен новых каких-то, да? Я всё-таки за то, чтобы начинать с базы какой-то, да? Как всё функционирует Как это можно по максимуму взять из продуктов питания А дальше уже понимать Вот это мне надо, вот это не надо Вот это курсом, это на постоянку Ну и разбираться в этом всё-таки Мы же всё-таки, ну, как бы в себя это всё Едите Это надо, ну, к этому надо тщательно подходить Я сейчас расскажу историю Когда вот я только-только начала с тобой заниматься своим восстановлением У нас тогда было много бадов И ты тогда была только Тоже там на старте своей карьеры нутрициолога Я тогда была готова вообще на всё Вот просто по максимуму Давай мне все ограничения, которые нужны Давай мне всё, что надо пить, я буду пить Много было бадов тогда, реально Я потом в какой-то момент Я уже восстановила здоровье У меня в голове что сработало? У меня в голове было Я же базы-то знаний у меня не было Ты мне просто говорила, что делать Я делала И я тогда почему-то решила, что всё моё восстановление Это на самом деле про вот эти горсти витаминов, которые я пью И я помню, что я тогда потом приезжаю к вам в Краснодар Уже всё, у меня всё уже нормально Диагноз сняли И ты смотришь, и я там за обедом достаю И у меня горсть вот это вот Ты мне говоришь, зачем? Я говорю, в смысле? Я теперь буду постоянно это всё пить Вообще я же выздоровела только благодаря этому И ты меня тогда за это отругала И тогда объяснила мне о том, что нет, так делать нельзя Это была какая-то наша с тобой временная мера И именно с того момента я вот как нутрициолог, наверное У меня зародилось какое-то семя Оказывается, что нет, надо разбираться Нельзя просто так пить Даже если это мне помогло в тот период времени Сейчас я поменялась В организме что-то поменялось И схема, как я дальше живу И что там, какие дефициты восполняю Тоже должна поменяться Хороший ты пример вспомнила Именно так Не надо на постоянку просто в себя запихивать какие-то БАДы В надежде, что это какая-то панацея Даже если они классные Даже если они классные Без перерыва можно пить только витамин С Витамины группы В Всё И то летом же мы, наверное, больше добираем витамина С Нежели Ну всё равно недостаточно Ну понятно, но всё равно Ну мы добираем, потому что, ну смотри Ну вот опять же, знаешь, дозировки в продуктах Например, вот нам говорят В лимоне есть 40 миллиграммов витамина С Да, нам Гугл говорит Но это в том лимоне, который вы только сорвали с дерева Может быть и да Но в том, который полежал в магазине, на складе Потом у вас в холодильнике Ну нет Вот, поэтому мы добираем только тогда Когда мы едим сезонные фрукты, овощи Которые желательно сорваны вот сейчас вот с грядки прямо А те, которые лежат, но уже нет Вот у меня поэтому есть мечта сейчас У меня будет домик, где будет сад, там будут расти смородины Зеленушечка Зеленушечка Я буду прямо проходить, вместо завтрака, знаешь, пошла по огороду Петрушки пожевала, смородинки поела, вишни поела Всё тут же с куста, чтобы витаминов было достаточное количество сохранилось Так, окей, сказали о том, что не надо Не надо есть все подряд бады, надо разбираться Здесь опять в тему Я как это, как обычно уже Каждый наш с тобой диалог Я же должна куда-то пригласить слушателей Внизу, в описании под этим видео Есть ссылка на три вебинара Марины Курса «Здоровье без таблеток» Вот здесь очень важный момент Я вам сейчас прямо продаю эту идею Посмотреть эти три вебинара И кто-то скажет, вот они как обычно, они продают Сейчас мы туда придём Они там нам будут рассказывать про свой курс Со своими этими маркетинговыми штучками Но я вот вам просто искренне скажу Что у нас есть миссия определённая Вот очень простая база знаний Которая очень сильно может изменить вашу жизнь Просто на десятилетия вперёд И мы её там реально даём в этих трёх вебинарах То есть там нету лишней воды Не знаю, что ещё обычно про это говорят Там есть чёткие, понятные действия Которые стоит делать С точки зрения рациона С точки зрения желудочно-кишечного тракта Диагностики и анализов Поэтому, если вы ещё не смотрели Обязательно зарегистрируйтесь по ссылке И выделите три дня на то, чтобы посмотреть эти вебинары Даже если вы подумаете Да всё это фигня Я не хочу заниматься нутрициологией Не хочу с этим там дальше углубляться Там есть база знаний, которая Вот только это вы применяете Уже у вас будут улучшения Просто вот это простая бесплатная информация Правильно я говорю? Правильно ты говоришь Да Для чего мы делаем эти три дня? Для того, чтобы вы поняли Нужно ли вам вообще дальше разбираться в нутрициологии Подходит ли это для вас Понятно ли вам Потому что лично я считаю Ну и наши ученики так говорят Что это должны были рассказать ещё в школе И лично я понимаю Что сейчас, когда ко мне приходят родители С детьми там с проблемами, например Да, или просят помощи родителям помочь Например, которые уже возрастные И, к сожалению, врачи уже разводят руками Я лично понимаю, что любая женщина Она как бы нутрициолог своей семьи Она такая Мини-доктор Именно с нас начинаются вот эти традиции Пищевые привычки Забота о своём организме Или не забота, например Да Мы это всё прививаем Маленькие какие-то вещи Которые потом дают большие результаты Или не прививаем И вот эти три дня именно для этого Нас уже много-много раз поблагодарили За бесплатные советы, которые мы там даём И которые реально улучшают ситуацию Потому что элементарные вещи иногда творят чудеса Семиэтажная схема Ничего не даст Может не дать А вот элементарные вещи какие-то Обыденные такие Рутинные, так скажем Которые мы, ну и так знаем Недооцениваем Вот они реально творят чудеса Надо знать Когда, кому В каких случаях их применять И вот об этом как раз эти три дня Прекрасно Мне кажется, мы продали идею Кто, кстати Вот важный момент Кто был уже на курсе Здоровье без таблеток Напишите в комментариях Узнали ли вы для себя что-то полезного Поменялось ли как-то после этого Ваша жизнь Пусть остальные почитают И тоже к нам присоединяются Вот Да, ну и напишите про свой опыт применения БАДов Кому помогало, кому не помогало На что ориентируетесь, например, при выборе БАДов Ну и вообще пили ли вы БАДы, верите ли вы в них А давай вот как-то подведём итог Вот того, что мы с тобой сегодня обсудили Наговорили Вот ещё раз Твоё мнение как нутрициолога БАДы Нужны ли? В каких случаях? Ну, в общем Однозначно нужны Но с умом Не всё подряд Не всё, что не приколочено Как выбирать? Вопрос остаётся открытым Учиться Получать информацию Потому что это не Ну, как бы это Это БАДы Это важно для нашего здоровья Хорошего самочувствия Для профилактики многих болезней Для отодвигания страшных диагнозов и последствий Поэтому в это надо вкладывать своё время Надо с этим разбираться Никто за вас это не сделает Потому что никому, кроме вас, ваше здоровье больше не нужно Вот И какие БАДы пить? Вот это тоже вопрос хороший Потому что если мы не понимаем, что происходит у нас в организме То аннотация к БАДам, которая обещает просто манну небесную, всегда мимо Поэтому мы начинаем с того, что мы оцениваем сначала организм А потом, чем мы можем те или иные процессы подкорректировать Офигенно Спасибо 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 Спасибо